привет всем кто смотрит мой канал я ищу спонсоров для поддержки моего канала могу обучать лично либо устроить в тот зал в котором думаю вас неплохо научит о том как я разбираюсь в боксе и в чем тут дело я делаю ролики на своем канале откройте плейлист под названием бокс плейлист с теми моментами на которых я сосредотачиваю обучение посмотрите может быть вас заинтересует пишите мне на андр адрес в яндексе который я опубликовал под этим роликом я же буду продвигать занятия боксом на роликах дэвид айк максвелл и цирион и конечно же делать отдельно ролики про бокс так чтобы вам было интересно мой метод бокса подходит для всех неофитов то есть новичков и тех кто хочет овладеть этим безжалостным видом спорта превратив его лично для себя в котенка и чтобы было интересно риан он ирландский писатель исследователи оратор майкл спасибо что присоединился ко мне сегодня днем для меня это большое удовольствие чак спасибо за приглашение это большая честь для меня ты также являешься соведущим enslaved я благодарен тебе за то что ты пригласил меня на свое шоу о это был замечательный день и я ждал его почти полгода летом прошлого года я закончил все три твои книги и просто не мог дождаться когда смогу записать тебя на занятия и на самом деле я до сих пор считаю это одним из наших лучших ну что же спасибо тебе и твои книги тоже довольно интересные и ты действительно я имею в виду охватываешь обширную область интересов как с точки зрения религии так и с точки зрения сил которые влияют на религию сегодня а также дохристианскую религию в европе которую мы могли бы назвать коренной системы верования и культуры особенно кельтские и нордические но ты также говоришь и о политике и я хочу немного рассказать о твоем прошлом о том как оно сложилось что сформировало тебя что помогло тебе достичь того захватывающего положения в котором ты сейчас находишься с теми знаниями которыми ты обладаешь ну что же в 80-х годах я несколько раз приезжал в америку но понимаешь надолго там не задерживался пока не наступил 1989 год а потом я остался понимаешь до сих пор я имею в виду что с тех пор прошло почти 20 лет но годы становления в ирландии ты знаешь в 60-е 70-е и 80-е годы я думаю это было бы одним из самых важных ответов потому что я вырос в смутное время и поэтому ты не смог бы даже если бы захотел как бы ты мог избежать участия в политике ты знаешь это пришло к тебе в голову это застало тебя врасплох а также кое-что интригующее за кулисами ты же знаешь что люди уже изучали это и еще я бы сказал что вторая вещь это иметь такого отца марксиста бешеного марксиста который тебе нужен был только для того чтобы участвовать в этом понимаешь подвергаться воздействию этой риторики понимаешь особенно ирландская разновидность марксизма но я уверен что это было очень похоже на кубинская ангольская или советская так что в конце концов все это выходит наружу но подвергаться их лжи их лицемерию и по сути их двойным стандартам в течение 20 с лишним лет или около того я стал консерватором по умолчанию потому что нужно только столкнуться с этим чтобы понять что все о чем они говорят неверно и вот наконец когда ты попадаешь на узнаешь в солдатские девятки и тогда ты обнаруживаешь о подожди минутку на самом деле есть контрапункт всей этой риторики о которой они говорят братство людей свобода для всего мира и прочая утопическая риторика они попадают в ситуацию когда убивают и совершают геноцид и тогда вы понимаете что существует настоящая школа опровержения этого знаете ли и в таком случае я бы сказал что тот факт что у меня был такой отец который поддерживал самую нелепую античеловеческую чепуху анти духовную чепуху которую мы могли бы назвать утопической ну вы знаете политикой джорджа сороса да я нахожу что все это звучит заманчиво но очевидно это очевидно не дошло до меня и я увидел лицемерие и это заставило меня очень очень настороженно относиться к либерализму в целом знаете ли особенно к более экстремальной политики левого толка это заставило меня задуматься о том что я должен был быть консерватором не по своей воле а почти по умолчанию а потом знаешь с этого момента все пошло как по маслу когда я вернулся в америку в 90-х годах у меня появился более серьезный интерес но это безусловно было предысторией а также я часто рос в лондоне я родился в ирландии я вырос в ирландии но я провел много времени в лондоне окруженный ну вы знаете иностранцы любят мусульман и это не значит что все они злые или что-то в этом роде это совсем не так знаете ли но в детстве это дало мне возможность познакомиться со всеми этими различными этническими группами так что когда я говорю о них я могу использовать авторитет понимаешь нет и я бы сказал что мое происхождение в чем-то похоже на то что у меня есть родственники друзья крайне левого толка и культура очень левая еврейская светская атмосфера я думал о том как я буду выступать на телевидении и писать и ты вероятно чувствуешь то же самое это был процесс отладки самого себя избавления от многих вещей которые я считал правдой от того что я существовал в аквариуме с идеями и это одна из тех вещей которые мне нравятся в работе с медиа мне нравится брать интервью у людей и писать книги и именно это было первоначальным намерением отцов основателей соединенных штатов когда они кодифицировали первую поправку конституции на самом деле они этого не сделали у них не было поправки о свободе слова чтобы люди могли пойти сказать кому-то другому что они могут идти нахуй ты же знаешь что они это было сделано потому что они хотели чтобы люди исследовали силу идеи и влияние на жизнь идентифицировали их а затем выставляли их как лучшее я для поддержания суверенитет и свобода потому что они поняли что власть развращает а правительство это неизбежное зло ты можешь увидеть множество трактатов основателей в которых это выражено и в любом случае таков американский дух что знаешь ли правительство это неизбежное зло но это то что нам нужно чтобы сохранить и защитить наши суверенные данные богом права как граждан и эти права исходят от бога и что человек является отражением бога и что мы как несовершенные существа пользуемся определенным ограниченным правом на суверенитет и в этом контексте правительство создано нами она создана человеком для сохранения и защиты этого суверенитета так что правильно да и опять же правительство не защищает нас ты прав в том что касается оригинала это было в головах отцов-основателей которые были очень заинтересованы в этом я не думаю что они были настолько политизированы я думаю что они были по-своему духовные по-настоящему гуманны ты знаешь что сегодня мы используем слова которые потеряли свою ценность я действительно думал что они понимали величие проекта, которым занимались. И я думаю, что первоначальный эксперимент был великолепен. Видишь ли, я придерживаюсь мнения, что первоначальный эксперимент, вероятно, должен был пройти нормально с подводными камнями. Но все шло хорошо до тех пор, пока коммунистический интернационал появилось то, что мы сегодня назвали бы коммунистическим интернационалом. И это произошло благодаря Британии, некоторым тайным обществам в Британии, но также из Европы. Так или иначе, через СМО и различные федеральные организации это прижилось. Возможно, это прижилось через федеральные банки и так далее. Таким образом, эксперимент начали постепенно сворачивать, но слухи об этом разошлись. Многие из моих великих наставников были вовлечены в заговорщическое движение. Вы знаете, люди, которые, как и я, действительно верят в существование всемирного заговора. Они были христианами. Они отвергли это. У них, знаете ли, было осознание, потому что они вышли из войн, помните? Они вышли из Вьетнама и даже из Второй мировой войны, и им не понравилось то, что они увидели, когда вернулись домой. Их не устраивал статус-кво и то, как шли дела. Так что, знаешь, я читал их книги. Я углубился в их книги, и ты знаешь, все, о чем я сейчас пишу, основано на изучении великих людей старшего поколения. А они, уверяю тебя, были по большей части консервативны. На самом деле, я не могу вспомнить ни одного представителя левого крыла во всей группе. Ну, знаешь, где-то может быть немного либерального, но это была консервативная группа. И мне нравится то, что они говорили, и мне нравится их видение мира. И когда они говорили о моей стране, Британии, они говорили искренне. Так что, как человек, который, знаете ли, жил и учился в Америке, я доверял этим ребятам, потому что они рассказывают о британской королевской семье. Их рассказ о Второй мировой войне, и их рассказ о другие события, произошедшие в британской и европейской истории, были правильными. Так вот, я думаю, что не каждый американец знал бы об этом, потому что он не жил в Европе или Великобритании. Я знал, что этим людям можно доверять, потому что их рассказы были абсолютно подлинными. И вот тогда, я, знаете ли, погрузился в изучение этой информации, и продолжаю это делать по сей день. И ты совершенно прав. Сейчас это такой же исцеляющий процесс отладки, как и когда-либо в прошлом. Я всего лишь передаю своей аудитории то, чему я также научился в последнее время. И пытаюсь изменить ситуацию в реальном времени с помощью средств массовой информации, которые у нас сейчас есть благодаря интернету, и наведите порядок в этом беспорядке. Сделайте мое исследование доступным для других людей, у которых, возможно, нет времени и терпения читать книги. Ты прав, и это большой вклад в общее дело. Я призываю наших слушателей также принять участие в процессе, в путешествии, открытии и раскрытии обычных вещей, о которых мы слышим в средствах массовой информации. Осознай, что эти вещи часто являются частью повестки дня. И что ты должен проявить необходимую должную осмотрительность и проделать работу, чтобы разобраться в них и начать процесс изменения. Думай сам. А это не всегда легко сделать. Майкл, теперь одна из вещей, которая заинтересовала меня в твоих исследованиях, заключается в том, что ты действительно обращаешься к некоторым символическим элементам, которые мы видим перед собой так же ясно, как день, и которые выражают некоторые из характерных признаков оккультизма из-за, знаете ли, элементов тайных обществ. Ты знаешь, ты музыкант, ты художник, как и я. И ты привносишь в это определенное понимание абстрактной культуры и смотришь на вещи, которые, возможно, другие не видят, но которые находят свое выражение. И я хочу, чтобы ты немного рассказал об этом, а также о некоторых предпосылках и о том, как эти символические элементы используются силами, которые пытаются подорвать свободу, и пытаются навязать неофициальным способом свою особую точку зрения, подрывая наш индивидуальный суверенитет. О да, это один из самых важных способов разобраться в том, что происходит за кулисами, потому что помните, что они закрыли двери. Мы, так сказать, не являемся членами клуба, ты прав. И поэтому, хотя я согласен, что этот символический аспект имеет косвенное значение, да, но косвенные доказательства имеют огромное значение, когда вы передаете их в суд. Так что, хотя они ни о чем не говорят окончательно, вы можете проследить за ними и понять некоторые очень-очень важные моменты, как будто это дает вам классическую замочную скважину. Знаешь, посмотри. Но эта замочная скважина может быть очень ценной, когда вы находитесь в полном неведении, потому что элита истеблишмента поставила нас в затруднительное положение. Темно. И вот такие люди, как мы, посмотрите, даже если вернуться на пару сотен лет назад, все человечество было неграмотным. Так что мы приближаемся, мы приближаемся, понимаешь, чтение, учеба и возможность заглянуть за кулисы – это совсем недавнее явление. Но я действительно верю, и у меня это сработало, что один из способов добиться этого – изучать символизм. Есть одна причина, по которой они используют символы между собой. О каких бы тайных обществах или кликах мы не говорили, возьмите шрайнеров, вы знаете, они те, кого я люблю. Думаю, что они в какой-то степени связаны, и опять же это предположение, но я думаю, что они связаны с исламом, радикальным исламом. Но возьмем такую группу, как эта, или даже другую масонскую, квазимасонскую группу, особенно тамплиеров. Эти люди используют символы между собой. Так что тогда ты должен сказать, подожди минутку, если эти символы используются между собой, и они думают, что они настолько важны. Тогда, может быть, нам стоит разузнать об этом. И есть еще один аспект, который заключается в том, что они используют это против нас. И я имею в виду, что это своего рода колдовство, которое воздействует на нас как заклятие. Отчасти для того, чтобы донести до нас информацию, чтобы мы расписались на пунктирной линии, как бы правым полушарием мозга. Ты же знаешь, что левое полушарие работает правильно, а правое полушарие и символы работают с правым полушарием мозга. Так что часть их влияния на нас, часть контроля над разумом, заключается в использовании символического языка, чтобы заставить нас как бы следовать плану. Который, как ты знаешь, если бы мы были полностью осознанны и рациональны, то, вероятно, не стали бы этого делать. Таким образом, в символизме есть два уровня. Один из них заключается в том, что они сами любят его и постоянно используют для любых своих внутренних целей. Это как в футболе, знаешь, наклейки или что-то в этом роде, символика окружает нас повсюду. Мы знаем разницу между мишенью и Макдоналдсом из-за символов. А политические партии это просто то, что пришло из древнего мира. Но потом я обнаружил еще одно более зловещее измерение, которое заключается в том, что они начинают использовать символы в своего рода мантическом самовнушающем режиме. Ты знаешь, это было принято многими-многими-многими великими людьми, и я начал больше вникать в это с оккультной стороны, потому что зная об этом, я понял, что это не так. О том, что символы используются на подсознательном уровне, говорили многие люди. Дуглас Рашков, ты знаешь, у нас уже были Браун Уилсон Ки и Джин Килбурн, так что это официально признано, а вот оккультная сторона нет. Так вот, вся эта демоническая символика используется, знаете ли, во всех видеороликах об алкоголе и даже во многих детских фильмах. Я имею в виду, что все это, все мое, все, что извергается с Мэдисона Веню, в моих глазах глубоко порочно, глубоко сатанински. Так что ты должен задать себе вопрос, что черт возьми все это значит, зачем им вообще нужно это делать? Как это помогает продавать продукт? Ты знаешь, но потом это открывает больше дверей, и ты начинаешь понимать, что есть нечто еще более пагубное, чем просто продажа это продукт. И как только ты поймешь этот момент, ой, если мы продаем продукт, то у нас уже достаточно проблем со всем этим ужасом. Но когда ты понимаешь, что речь идет о вовлечении на духовном уровне, о том, чтобы погрузить дух людей в грязь, в тину, в отстой, ты понимаешь низших сил и низшей энергии, которые как бы вторгаются в нашу прямую естественную связь с духом, тогда вы действительно должны, вы действительно должны разоблачить это прошлое в этом вопросе. О да, я имею в виду, что это действительно интересно. Я хочу поговорить о том, что ты упомянул об использовании языка и его кодовой природе. И это то, что я немного изучил в своей книге о подрыве иудаизма и о том, как это было сделано Шаптеем Цви и франкийским движением. Я расскажу об этом через минуту. Но говоря современным языком среди мировой элиты, и конечно же в Соединенных Штатах мы это наблюдаем, существует такое ощущение, что они общаются на каком-то зашифрованном языке. У слов есть двойное, тройное, четверное значение. И это форма речи, которая была описана французским ученым Элейн Бенескон как тоталитарный язык. Язык власти, где говорящий пользователь этого языка, который возможно даже не осознает этого, является чем-то особенным. Это усваивается на более раннем этапе, обычно в колледже или они учатся этому. Это часть нашей культуры. Но другие люди осознают это. Это язык обиняков и софистики. Это язык использования слов, которые имеют двойное значение и содержат косвенные намеки. На самом деле ничего не сказано. Я думаю, что классическим примером этого прямо сейчас был бы бывший президент Барак Обама. Он вставал, он выглядел великолепно, он хорошо говорил, все казалось блестящим. Ты уходил после этого, говоря, вау, это было блестяще. Но на самом деле он не сказал ничего такого, на что ты действительно мог бы повесить свою шляпу. Все это было похоже на какую-то бессмыслицу. Это было похоже на двусмысленный разговор. И это было так странно, что казалось, будто он действительно обращается к двум аудиториям. Знаешь, для всеобщего сведения ты и я, здешние буры, должны были услышать это и посмотреть на него как на великого лидера и великого арбитра. Ну ты понимаешь, кто-то, кто ну знаешь, направляет наш путь и кто альтруистичен. Но ведь есть еще и двойной смысл. Есть еще один используемый язык. Кодовый язык, который доступен людям, которые гораздо более сообразительны и гораздо лучше понимают, что происходит. И я также думаю, что одна из причин, по которой истеблишмент прямо сейчас презирает Дональда Трампа, заключается в том, что он он этого не делает. Он не умеет так выражаться. Так вот, иногда он может быть грубым и жестоким, но он говорит просто. Он честен. Он говорит то, что считает правдой. И ты знаешь, что гнев против него за это, потому что он разоблачает природу этой ложной парадигмы, чрезвычайно силен. Я имею в виду, я только что прочитал в газете как раз перед тем, как начать это интервью, что у вас теперь есть средства массовой информации истеблишмента, люди из CBS, люди из как Дэвид Мьюир, и все эти громкие объявления, которые появляются с мигающими синими огнями за спиной и гипнотизирующим использованием средств массовой информации. Что они обвиняют Трампа в убийстве во Флориде из-за его культуры, понимаете, из-за. Ты знаешь, на самом деле я имею в виду, что я также видел некоторые другие вещи, которые наводят меня на мысль, что этот парень был одним из них. Я имею в виду, что он был связан с антифашистским движением Black Lives Matter, он был исламистом и все такое прочее, чего я не знаю. Правда в том что. Правда, вероятно, где-то посередине, но я говорю об этом только для того, чтобы указать, что их ненависть к Трампу и их ненависть к этому вызову их истеблишменту. К этому кокону, который они создали, настолько сильна, что они готовы обвинять их во всем. Ну что же, они восхваляют Кастро и Че Гевару, создаются новые биографии, новые рекламные ролики и дорогостоящие документальные фильмы. Знаешь, в этом нет ничего смешного. О да, на самом деле я с самого начала написал, что Обама был своего рода псевдоаком, и окружавшая его солнечная символика могут относиться прямо к 18 династии. Ты совершенно прав. Предпринимались активные попытки представить его как некую мессианскую фигуру. И ты знаешь, в этом много символизма. Мы могли бы целый день говорить о символике в этом отношении, но это определенно возвращает нас к Дакану, где его жена-идиотка была изображена в образе какой-то Нефертити. Я имею в виду, что это конечно нелепо, но черт возьми, я не знаю, так ли это работает. Это Мэдисон-Авеню, и никто не может стать президентом без того, чтобы в каком-то смысле не поддаться этому влиянию. И это работает. Я имею в виду, что мы сидим здесь, и он стал президентом. Это действительно работает. И так замечательно видеть более жизнерадостного, нормального человека, который, хотя я ирландец, не воспринимает Дональда Трампа неправильно. Мне нравится его наглость, мне нравится его решительность, мне нравится, как он может встать и говорить. И я думаю, что это очень нужно, верно сейчас. Потому что одна из проблем, которая нам нужна для решения, это смелость просто встать, посмотреть людям в глаза и говорить так, как мы привыкли делать на улицах Нью-Йорка. Я не знаю, что случилось. Ты же знаешь, что я американец-иностранец, и я вырос на фильмах в жанре нуар. И мне нравилось, когда люди вставали, смотрели тебе в глаза и говорили именно то, что им нужно было сказать. А теперь я переезжаю в Америку, и там нет ничего, кроме компьютера. Я просто не могу понять, что такое сальто. Понимаешь, разворот на 180 градусов, и это кажется мне дьявольским. А потом я хочу разобраться, почему это произошло. Это не происходит в одночасье. Ты же знаешь, что за этим должны стоять какие-то причины. И я думаю, что твоя работа имеет большое значение. Я имею в виду, что я читаю сотни книг в год, сотни и сотни тысяч, и я очень редко бываю в восторге. Твоя работа, как ты сказал ранее о работе, которая проникает глубже поверхности, может быть немного затрагивает более темные области. И соединяет некоторые точки, которые другие люди либо слишком боятся, либо чтобы связать, или просто не думать, что они связаны. Ты один из тех людей, которые связали воедино некоторые очень важные моменты. Я считаю, что твоя работа на самом деле является одним из самых важных событий этого тысячелетия. Именно это я и сделаю, чтобы это стало достоянием общественности. Да, чеки пришли по почте, Майкл, спасибо тебе. Тебе почти нравится прерывать ход моих мыслей. Ты упомянул о политкорректности. Это просто марксистская тирания. Это неформально, это тоталитаризм. Если есть что-то, чего добился Трамп, бросив вызов этому, так это попытка контролировать каждый аспект того, кто мы есть. Я имею в виду, что они хотят контролировать так же, как это делали нацисты. Они хотят создать государство-няньку. Социалистическое государство, которое контролирует как можно больше аспектов нашей жизни. Жизни гражданина, насколько это возможно. Но это еще не все. В каком-то смысле это еще хуже, потому что они контролируют не только наши мысли, но и то, что мы можем подумать о будущих проектах. И они рассматривают нас под микроскопом. В 1980-х годах в Гарварде был профессор по имени Чарльз Пирс, который фактически развил всю эту идею микроагрессии. Мы действительно радикальные марксисты. И идея заключается в том, что по сути так оно и есть. Если они ищут расистский ген, они будут рассматривать тебя под микроскопом. Это буквально означает микроагрессию, чтобы найти что-то. И они делают это только с теми людьми, которые не преклоняют колени перед левыми или которые не являются политически корректными в любой момент времени. И иногда это может означать либерализм. Так что если ты придерживаешься либеральных взглядов, то можешь оказаться под таким же прицелом. Если ты делаешь что-то немного нестандартное, внезапно появляется микроскоп, появляется научный жаргон, и наука полностью политизирована. Я уверен, как ты знаешь, это неотъемлемая часть такого рода псевдоязыка. И ты уничтожен. Я имею в виду, что они могут разрушить карьеру человека. Они могут разрушить его жизнь, просто потянув за какую-нибудь мелочь маленький каштан. Они могли бы сказать, что как в 1963 году, они были на конференции и смотрели в эту сторону, а не в ту. И вдруг ты знаешь, они вешают это на флагшток, и тебе конец. Они говорят, не слушай этого человека, потому что он имеет что-то против чернокожих, а это самое главное в Соединенных Штатах. В этом наша слабость. В каждой стране все немного по-другому. Они изучают культуру, находят Ахиллесову пятую, атакуют ее. И конечно же, это большая ложь, как первоначально сказал Ленин. И который вторил Гитлер использование лжи, а затем ее преувеличение до такой степени, что с помощью своих приспешников в средства коммуникации вы едва ли сможете преодолеть это. Но я хочу немного поговорить об истории этого явления в наше время. Ты уже писал об этом, и мы уже говорили о влиянии баварских иллюминатов, которые были созданы 1 мая 1776 года, и о том, как они начали развращать и не спровергать европейские национальные государства и христианство. Что касается иудаизма, я написал об этом в своей книге «История войны против иудаизма». Все началось с того, что в 1666 году появился лжемессия по имени Шабта Пятого. И тем не менее, у него было огромное количество последователей. Сегодня мы бы назвали его рок-звездой. Я имею в виду, что он как будто путешествовал со своей свитой, и это было похоже на то, что там было много военных джи и все такое прочее, продолжаю. И его учили, что он мессия. Ты знаешь, что это было следующее пришествие. И способ, которым он доказал, что он мессия, заключался в том, что он осквернил Тору в Беме и не спровергнул законы Торы. Именно поэтому, поскольку он был членом общества, он мог это сделать. И у него было много последователей в Европе, в том числе среди людей, которые искренне верили ему, пока он наконец не добрался до Константинополя. Где султан привел его к себе и сказал, послушай, у тебя есть два варианта. Либо ты отказываешься от своего корабля мессии, и я разрешаю тебе быть, но узнаешь, швейцаром, либо ты заявляешь о своем корабле мессии, и в этом случае я убью тебя прямо сейчас. Так что само собой разумеется, он отказался от своего корабля мессии, и знаете, многие честные люди тогда поняли, что этот парень был фальшивкой, и бросили учебу. Но в то время существовало тайное общество, которое продолжало поддерживать его доктрины подрывной деятельности и свержения власти. И даже в Турции, в исламском мире это так. Или особенно в Турции, они называют это сектой Донме. Но в Европе ее называли сабадианцами. И в 1700-х годах у них родился один из их главных сторонников, этот парень Джейкоб Франк, который продолжил этот процесс неспровержения еврейских ценностей и еврейской веры и продвигался к новой религии. Светская вера и движение к тому, чтобы стать мировой религией. Он бы сменил религию. Он стал бы католиком, а потом вернулся бы к аудаизму и стал протестантом. Я имею в виду, что Шантави принял ислам, а потом вернулся обратно. И поскольку идея заключалась в том, что мы все едины, понимаешь, это было что-то вроде докоммунистического периода. Что они создадут единую мировую религию, и что не существует такого понятия, как объективные моральные ценности. Все было именно так, как ты хотел. Если ты думал, что это хорошо, значит так оно и было. И это действительно разрушило значительную часть иудаизма. Это действительно проникло в него, и я вижу это у многих моих еврейских единоверцев сегодня, и я не думаю, что они осознают это, но они не верят в Творца. Они не верят, что Тора является непреложным источником моральных и этических предписаний, в которые верили отцы-основатели Америки. Они не верят, что христиане, они больше не верят в божественности Иисуса. Ты же знаешь, кто распространял заповеди Торы по всему миру. А вместо этого они заменили это чем-то вроде, я не знаю, как это назвать, кроме как просто релятивистской аморальной верой в то, что человек является высшим существом. И когда ты говоришь о символах древних времен, которые сегодня используются этими обществами для пропаганды своих верований, и ты говоришь о Бараке Обаме как о великом и славном лидере. Это именно то, о чем Господь Бог предупреждал нас в Торе, когда говорил об идолопоклонстве. В этом нет ничего нового. Ты знаешь, мы думаем, что с этим покончено, но это еще не конец. Это актуально сейчас больше, чем когда-либо. Идея идола заключалась в том, что это был ложный образ, ложный Бог, если угодно, который был поддержан людьми, стоящими за ним, несовершенными людьми, которые являются, которые продвигают свои планы и вкладывают слова в уста ложного Бога. Я имею в виду, что именно это и происходит с таким парнем, как Обама или любой другой из этих людей. Они своего рода подставные лица, они идолы, которых выдвигают на первый план. Я имею в виду, вот пример человека, который был абсолютно никем, пока внезапно не возник, как Феникс из ниоткуда и не стал президентом. Ты знаешь, а ведь он был Табала Раса. Там был чистый лист, который обычные ищут. И я думаю, что это описывает то, с чем мы здесь имеем дело. У нас нет никакого представления об объективных ценностях. У нас нет никакого представления о божественном источнике истин и морали. Для них все создано человеком. И таким образом они работают над достижением утопии. Да, и он масон, и он действительно появился из ниоткуда. И самое странное, что они, кажется, исповедуют атеизм на одном уровне, но в то же время они масоны на другом. Так что ты прав, они меняют шляпы по разным поводам. Но синагога сатаны, знаешь ли, должна быть известна всем евреям. Я имею в виду, что они должны понимать, что Синедрион распял Иисуса. Что они были в сговоре с римлянами, некоторые из них. Так что это не должно быть чем-то новым. Это ново только для людей, которые не изучали свою собственную историю. Все верно. Это саббатианцы и им подобные развратили иудаизм. На их стороне несколько семей, но не все. У них тоже было много проблем. Но им удалось соблазнить несколько самых богатых семей в иудаизме. Тамплиеры смогли привлечь на свою сторону несколько самых богатых семей в христианстве, ты же знаешь. И эти династические распри и преданности действительно случаются. И я верю, что некоторые из этих придурков, о которых ты говоришь, эти франки, все еще принадлежат к племени Рана. У нас есть шрайнеры, у нас есть несколько совершенно безумных культов и сект, которые не желают ничего хорошего. А потом ты начинаешь смотреть на количество, но узнаешь не только президентов, но и людей, возглавляющих Всемирный банк. И знаешь некоторые из этих федеральных организаций и некоторые другие. Из этих сетей, подобных сетям Джорджа Сороса, вы обнаружите, что все они восходят к этой скрытой руке, ну вы знаете, к масонскому тайному обществу. Так что это не касается обычных масонов, которые преуспевают и занимаются благотворительностью. Я говорю о людях очень высокого уровня, и эта информация показывает нам, что действительно существует Всемирная сеть таких людей. И как ты только что сказал, они очень искусны в том, чтобы притворяться христианами. Ты знаешь, они надевают маску и шляпу по любому поводу, потому что они куменики. А потом они хотят объединиться и распространить эту преданность на все ваши разделенные партии, на все ваши глупые и мелкие пристрастия и верования. Нам нужно объединить все это вместе. Неужели ты не видишь, что нам нужно стать одной большой глобальной культурой и религией отстойников? И мы идем на это. Потому что средства массовой информации с помощью рекламы Беннеттон и Гугл, как ты сказал, постоянно используют термины талисманы, чтобы соблазнять людей, и они это делают. Кормите, капельно кормите, капельно кормите с 50-х по 60-е годы. И неважно, сколько инсайдеров, знаешь ли, приходит из стимула, чтобы предупредить человечество, что есть какая-то причина, по которой отложенные дела просто не прекращаются. И все, что тебе нужно делать, это просто стараться продолжать в том же духе. Ну что же, я думаю, что так поступали в каждом поколении, начиная с Адама и Евы. Я имею в виду, что это темная сторона человеческой натуры. Это коррупция власти. Это высокомерие людей, которые верят, что могут заменить Бога на небесах собой. Я имею в виду, что это предупреждение в Эдемском саду, которое змей и сатана сказал Еве, ты можешь быть как Бог. Ты можешь познавать добро и зло. Ты можешь познать все, древо познания. Другими словами, ты можешь свергнуть Бога на небесах и заменить его человеком. И это было искушением тогда, это искушение и сейчас. И все дело во власти, и большинство людей, вовлеченных в это, ничего не подозревают, они бессознательны. Они просто такие, знаешь, наверное, можно сказать, что они хотят быть одними из самых красивых людей. Знаешь, это очень влиятельные люди, которые, как правило, диктуют культуру и культурные тренды. И в этом очень легко запутаться. Очень легко приспособиться к этому. Я думаю, что многие люди подчиняют себе свои собственные идеи, свое собственное сознание, свои собственные убеждения не в раннем возрасте. Я бы сказал, вероятно, в старшей школе, а затем и в колледже определенно, в том смысле, что они понимают, что для достижения того, чего они хотят в этом мире, для продвижения вперед, я имею в виду, что это действительно сводится к профессиональному росту. Все сводится к личному продвижению. Ты хочешь заполучить женщину, ты хочешь завести хорошую подружку и все такое прочее. Ты должен присмыкаться перед этим доминирующим светским лево-радикальным истеблишментом. И таким образом они вытесняют из своего сознания идеи, которые могут противоречить ему, или же они могут испытывать легкое преклонение перед этими идеалами. Но они становятся рабами. Я имею в виду, что я смотрю на твою шляпу порабощенной. Это верно. Я имею в виду, что твой разум становится таким, что ты отдаешь частичку своего разума и своей души этим идеям. И таким образом я полагаю, ты действительно находишься в каком-то полукоматозном состоянии. Возможно, я немного преувеличиваю. Но я полностью согласен с тобой, Майкл, когда ты говоришь, что за этим стоят тайные силы. Я думаю, что так оно и есть. Я думаю, что у них есть тайные общества в политике, культуре и религии во всех трех сферах. Я думаю, что они хорошо финансируются частными коммерческими банками, которые находятся по всему миру. Знаешь, некоторые люди говорят, что когда ты поднимаешь этот вопрос, ты становишься антисемитом, а некоторые из громких имен в этом мире евреи, по крайней мере по имени. Но я думаю, что на самом деле банковский истеблишмент использует это как отговорку. Они говорят, что критиковать нас значит иметь что-то против евреев. Не имеет значения, еврей ты или нет. Да, да. Я имею в виду, что не имеет значения, соблюдают ли они субботу или воскресенье. Ты же знаешь, что это не имеет значения. Суть в том, что они являются частью элитной группы, которая действительно ставит земную власть над всеми. Они манипулировали войнами, они манипулировали валютами, они манипулировали депрессиями и инфляцией. Они неофициально контролировали твою собственность, твой доход, закладывая ипотеку под залог твоего будущего. Они манипулируют тобой через культуру, через средства массовой информации, через культурные учреждения, через научные круги, через все это. И тут ничего не поделаешь. Это самое далекое, что есть в иудаизме или христианстве. На самом деле это даже не ислам. Это радикальный аморфный институт. Так вот, думаю ли я, что все они разговаривают друг с другом в прокуренной комнате? Я так не думаю. Скорее всего нет. Я думаю, что они мыслят одинаково. Им не нужно этого делать. Это просто тенденция, что это своего рода негласное братство. Я думаю, можно так сказать. Давай представим, что это ты. У них тоже есть свои манифесты. Им не нужно разговаривать друг с другом, потому что знаешь катехизис революционера, или у них есть свои маленькие что-то вроде масонской предыстории. И это идеология, это демагогия. И как ты сам сказал, это основано на некоторых низменных аспектах человеческой натуры. Так что это отчасти дистанционное управление. Понимаешь, когда ты просто удовлетворяешь некоторые низменные аппетиты, понимаешь, и потребность в таких людях, как мой отец, которые хотят, топают ногами, знаете ли, чтобы приказывать окружающим. Но делать этого имя народа, это, знаете ли, по сути, тщеславие. Это проявление эгоизма. Это чудовищный эгоизм интеллектуального типа, своего рода членов клуба. Ты же знаешь, что все масонство основано на обещаниях. Любая злокачественная иерархия основана на том, что ты получишь, когда поднимешься на следующий уровень и станешь одним из мы. И далее то же самое правило применяется на всем пути вверх. Но это относится и к колледжам, и к университетам, и к большинству корпораций, все та же прогнившая меритократия. Но это нездоровая меритократия. Как ты уже говорил ранее, это о том, что ты никогда не будешь одинок, когда при условии, что вы разделяете нашу идеологию. Тогда у вас все получится. Тогда вы будете ходить по улицам с оружием в руках. Как ты смеешь подвергать себя астракизму только из-за какой-то логики, которая у тебя есть, ну ты понимаешь какой-то рациональности. Мы собираемся наказать тебя всеми возможными способами. Ты знаешь, и к сожалению становится все хуже, ты прав, становится все хуже. Теперь они могут наказать тебя, ты знаешь, прямо из суда. Они получают психиатрическую помощь. Ты знаешь, мой великий герой Вильгельм Райт был заперт. И по сути умер в федеральной тюрьме. Только для исцеления людей. Ну вот ты и дома. А дальше все продолжается своим чередом. И, Эзра Паунд был еще одним таким человеком. Последние 30 лет своей жизни он провел в больнице Святой Елизаветы. Именно так, именно так. И все, что он пытался сделать, это разоблачить нескольких банкиров и двуличие Рузвельта, понимаешь ли? Но видишь ли, в этом есть определенная доля не только пергаментного идолопоклонства, но и героизма, о котором мы говорили, о Бабаме, как о самом классическом и очевидном примере. Но они также используют это. Они используют и это, потому что мы любим героев. Герои это здорово, но они могут выставить перед тобой и псевдогероя. И к сожалению, многие люди хотят следовать этому примеру и голосовать за него. Ты знаешь, им не придется открывать рот и обещать пару вещей, таких как новый курс Рузвельта, организация объединенных наций Вудро Вильсона или что бы это ни было. И люди купятся на это, и они выкатят машину. Одна и та же стратегия снова и снова и снова. И все, что они хотят сделать, это укрепить эти националистические и расовые различия, которые являются здоровыми, органичными и естественными, и в них вообще нет ничего дурного. Но они хотят, чтобы все выглядело так, как оно есть на самом деле. Эти ребята из франкфуртской школы сидели и все продумывали. Они очень, очень умно подходят к этому вопросу. И они хотят, чтобы двуличные, жадные до денег злые люди, знаете ли, поднимались на ноги. Вот что такое злокачественная иерархия. Она отсеивает хороших людей. В этом и заключается ее работа, чтобы только отбросы общества достигали вершины, и тогда мы удивляемся, почему наш мир окружен такими злыми людьми. Это потому, что существует настоящая меритократия. Полностью организованная стратегия, гарантирующая, что если у тебя есть мораль, и ты знаешь, что ты интроспективен, созерцателен и духовен, вот и все. Ты даже не успеешь окончить университет. Они уже собираются отстранить тебя от работы, потому что они будут читать те работы, которые ты пишешь. И если ты не будешь соответствовать этому фабианскому мусору, то знаешь ли, тебя переведут в какой-нибудь другой, понимаешь ли, подставной человек. Но который может быть на ниточках, марионеткой на ниточках, кем-то, кто может командовать, и они это знают. И конечно же, именно поэтому мы знаем, что все это связано с педофилией. Да, потому что им нужны люди, у которых есть такие грешки, чтобы это были классические операции, тайные операции. Где они снимают тебя на видео или записывают на пленку, ну и потом. Это река. Все верно. Я имею в виду, что я думаю, что за каждым, кто достигает такого высокого уровня, стоит небольшой шантаж. И ты знаешь, что они знают, что что-то может вернуться и уничтожить их, если они станут слишком независимыми. Либо так, либо их можно просто сбить с ног. Я хочу поговорить об этом, потому что мы с тобой сходимся во мнении о природе секретного учреждения. Слушатели этой программы, а зрители, возможно, и нет. Так что независимо от того, согласны вы с этим или нет, факт остается фактом. С философской точки зрения существуют определенные признаки, указывающие на существование тайн. Ты очень хорошо рассказываешь о реальных символических знаках, которые можно обнаружить в повседневной жизни с помощью рекламы, средств массовой информации, фильмов. И это действительно увлекательная тема. Мы должны посвятить этому целое шоу. Но я хочу поговорить о некоторых идеях и мемах, которые, если хочешь, являются явными признаками этого. Ты упомянул своего отца марксиста, и я думаю о своих родственниках и друзьях марксистах, которых я знал на протяжении многих лет. И есть определенные манеры поведения, которые являются явными признаками идеологии, которые нездоровы и которые вредны для прав личности, подлинного роста благосостояния и всего остального. То, чем мы обычно восхищаемся. И один из них тот, о котором ты только что упомянул, и он основан на фрейдистской концепции проекции. Другими словами, то, что они собой представляют, они проецируют на своих оппонентов и пытаются сказать. И я думаю, что многие из них даже делают это неосознанно. И проекция, которую я хочу здесь затронуть, это идея невероятной праведности, отношения святее тебя, которое пронизывает все, что они делают и говорят. Ты даже можешь увидеть это на их лицах и на их внешности. Я имею в виду, что это хороший пример, можно привести сотни примеров. Я почему-то думаю о Хиллари Клинтон. Это ухмылка, которая как бы прорисовывается на ее лице, словно она смотрит на всех нас. Эти люди просыпаются утром, и им кажется, что они находятся на вершине горы Синай и спускаются, чтобы донести правду до всех. Знаешь, величайший дар природы это невероятная уверенность в своей правоте. Им нравится говорить, что христиане такие же, но это не так. Ты же знаешь, истинно верующие христиане это люди, которые задают вопросы. Иудаизм основан на идее вопрошания, а не на каких-то жестко закрепленных идеях. Ты же знаешь, что это процесс развития знаний, и это процесс смирения. Это не то невероятно, ослепляющее высокомерие, которое они демонстрируют. Это абсолютная уверенность, когда они говорят. Это такой взгляд на вещи, который, я думаю, заметит большинство из нас честных людей. Так вот, независимо от того, принадлежат они к иллюминатам или нет, я все понял. Большинство людей не хотят об этом думать. Но факт в том, что мы можем видеть вещи, которые видны нам в мемах и в отношениях, которые они выражают, и они нездоровы. Ты знаешь, они вредны для них, но они, безусловно, вредны для нас и для свободы. Не мог бы ты немного рассказать о некоторых из этих характеристик, которые ты заметил? Ну что же, это одна из форм психопатии, ты помнишь? Твоя искренняя улыбка и уверенность в своей правоте заставили меня поежиться. Это одна из причин, потому что помнишь, у меня не было интеллектуальных способностей, когда я рос, ну знаешь, слушая его каждый субботний вечер. Когда его приятели сидели вокруг, напиваясь до полусмерти и говорили о права человека, в то время как они возвращаются домой и избивают своих жен и все такое прочее. Значит, это был ерзунчик. Это было просто отвращение, так вот я только что сказал, что с этим что-то серьезно не так, и я собираюсь разобраться в чем дело. Но ты попал в точку, когда говорил об интеллектуальном высокомерии, потому что это самое возвышенное, что я видел в нем за все время. Из его приятелей это маленькие человечки. Они не такие гиганты, как Эзропаунд, Солонец и все остальные. Они всего лишь маленькие человечки. И все же это так. Просто. Просто демагогия это по сути способ взглянуть на это. И ты даешь, даешь маленькому человечку немного власти. Знаешь, вместо одной нашивки у него три. Черт возьми, он будет убивать, он убьет твоих врагов ради тебя, он будет размахивать твоим флагом, у него будет эта маленькая красная книжечка. И он будет исповедовать маоизм до мозга костей. Половина их собственного мозга даже не понимает, о чем идет речь. Так что мой подход к работе заключается в том, чтобы стать более осведомленным в их собственном предмете, чем они есть на самом деле. И это связано с символизмом, потому что некоторые люди, которые используют этот символизм, или скажем так, некоторые люди, которые восприимчивы к нему, не осознают этого. Так вот, когда ты показываешь на долларовой купюре или масонском храме в Вашингтоне, округ Колумбия, или на величественных залах Сената, или на других зданиях Капитолия. Или на чем-то еще, когда ты показываешь людям, что это не просто украшение, это язык, тогда они должны поверить свидетельство того, что они видели своими собственными глазами. И поверь мне, это работает намного лучше, чем просто сесть и побить их кучей цитат из Конституции или били о правах. Ты же знаешь, что они отказались от этого, когда закончили школу. Они сказали, что я больше никогда не захочу ничего знать. Так что тебе нужно проявить другой такт. Так что я перехожу к телешоу. Я перехожу к документальным фильмам и средствам массовой информации. Важно не только то, что содержится в контенте, но и то, как он воспринимается. Носитель информации, это и есть сообщение, верно? И то, как используется свет. Иллюминаты, вы хотите доказать, что вы иллюминаты? Это просто. Но, взгляни на оборотную сторону банкноты. Считай, что дело сделано. Это сделано не энциклопедически, а символически. Я имею в виду, что я делал программу с кем-то, я забыл, кто это был, но мы вытащили все это, это всего лишь счет. И мы посмотрели на чек, и мы посмотрели на печать, которая была кстати, его поставил там в 1930-х годах вице-президент Уоллес. Генри Уоллес был убежденным марксистом и оккультистом, который верил в это. У него было что-то вроде гуру, я думаю, это был Уорик. И это был первый раз, когда американский народ действительно увидел эту печать. И он вместе со мной рассмотрел все различные детали на долларовой купюре, и если посмотреть на лицевую и оборотную стороны, то это просто открыло глаза. Просто невероятно, сколько оккультной символики на этом пергаменте. Ты же знаешь, что в этом деле были замешаны люди, которые действительно были заинтересованы в мировом порядке. Теперь я не думаю, что большинство отцов-основателей были таковыми. Я думаю, что Джордж Вашингтон написал очень известное письмо одному из своих избирателей, в котором предупреждал его о проникновении иллюминатов в его ложу в Александрии, штат Вирджиния. И он сказал, да, я знаю это. Я знаю это как факт. И это дьявольщина. Так вот, я имею в виду, что в Америке у тебя всегда были люди. Я имею в виду, что возможно это одна из тех вещей, которые отличают нас друг от друга. Мы никогда, они никогда не брали здесь верх. У нас всегда были люди, которые были достаточно сообразительны, которые были достаточно осведомлены, чтобы разоблачить эту программу и выступить против нее. Прямо сейчас у нас есть Трамп. Ты знаешь, в Соединенных Штатах никогда не было такого, что одерживало бы абсолютную победу. И вероятно, послушай, я в любом случае склонен относиться к этому с оптимизмом, потому что я не верю, что они действительно выигрывают так сильно, как возможно мы думаем. Потому что то, о чем они говорят, это идея аморфного мирового порядка, контролируемого элитной группой мужчин, это не так. Естественно, это ненормально. Это не в интересах обычных людей. Это неправда. И из-за этого они теряют, понимаешь ли, достаточно, чтобы никогда по-настоящему не обрести свою власть. Сейчас, в процессе того, как они пытаются получить власть, они могут совершать действительно уродливые вещи, такие как холокосты, депрессии, мировые войны и другие невыразимые зверства. Но в конечном счете и в каждом поколении они не побеждают, и они не побеждают сейчас. Нам просто нужно еще больше наступать им на пятки, разоблачая их. Ты же знаешь, это так просто. Наша обязанность как граждан и как людей, вовлеченных в публичную пропаганду, если хочешь разоблачить их. Потому что чем больше мы сможем это сделать, тем дальше мы сможем отодвинуть их на задний план. Но они никогда не исчезнут. Но мы можем продолжать бороться за правое дело. Да. В прошлом году мы делали подкаст под названием «Заговор умирающих». Это то, что я делал раньше, но тогда мы действительно проделали гораздо более тщательную работу, проанализировав не только смену поколений, но и то, что некоторые из старой гвардии уже умерли. Я имею в виду, что это всего лишь простой факт, не так ли? Они были довольно старыми, когда начали этот заговор. Так что в основном некомпетентными являются их потомки. Так что это подтверждает то, что ты говоришь. Это не значит, что все это полностью исчезло, но более того, заговор сейчас еще больше разгорается. Динозавр рухнул, но он находится на стадии своего рода умирания. Это не значит, что в нем все еще нет жизни. Это определенно не значит, что нам нужно быть осторожными. Но это уже не та сущность, какой она была, когда ты был сумасшедшим лордом Китченером. И этот тип, знаешь ли, фанатичный идеолог совсем другой сегодня, чем оппортунист. Сын нюхающего кокаин, безбожник, вы знаете, существо, обреченное на ад, которое пытается управлять великой джаггернаутом сегодня. Он все портит. Он ходит по всему магазину. Но знаешь, когда я говорил о типах, о которых ты говоришь, о тех, кто либо купился на идеологию, либо распространяет ее по улицам, я забыл упомянуть одну вещь. Как только ты не ес, ли у вас нет духовного героического видения, вы должны поставить Мау, вы должны поставить Обаму, вы должны поставить Пол Пота на это место. Так вот, в психике есть что-то такое, что если у тебя нет чего-то более высокого, чем ты сам, если ты не веришь, понимаешь в высшую цель, то в конце концов ты начинаешь идеализировать человека и себя, и это просто неудача. Ты выберешь какого-нибудь демагога и начнешь преподать к его стопам. И это именно та проекция, о которой ты говоришь, ты знаешь, к лидеру, к альфа-отцу. Пожалуйста, помоги мне, я безнадежен, ты знаешь, ты знаешь, это зависимость, и все эти инфантильные штучки дают о себе знать. Но это не приносит желаемого результата, и человек, который вложил в это свою веру и устремил свой взор на гораздо более высокие духовные поиски. Это совершенно другие отношения, и они не имеют отношения к отношениям хозяина и раба, понимаешь ли? Но когда у тебя их нет, отношения хозяина и раба автоматически становятся движущей силой в человеческих отношениях. И я думаю то, что ты описываешь, объясняет, почему истеблишмент так быстро становится антирелигиозным. Они не хотят, чтобы мы верили в Бога, который является создателем Вселенной и законодателем. И когда вы отказываетесь от этого Бога, я имею в виду, что Г.К. Честертон очень красноречиво писал об этом. Он сказал, что когда у вас нет Бога, у вас ничего нет, и поэтому вы верите во все. И как только вы избавитесь от веры в неизменный источник морали, который существует вне человеческих манипуляций, тогда вы сможете верить во что угодно. И вот тут-то вы и столкнетесь с идолопоклонством, с великими личностями. Именно поэтому у нас сейчас происходят перестрелки в школах. Я знаю, что люди не хотят говорить об этом, но причина, по которой это распространилось, заключается в том, что они убрали Бога из школ. Я убежден в этом. Ты знаешь, я не утверждаю, что это так. Я пока не пытаюсь быть упрощенцем. Здесь многое происходит. Но когда вы убираете Бога из школ, вы воспринимаете любое упоминание о вере в Бога как нечто, что считается анафемой немодным и неуместным, и вы не можете этого сделать. И вы делаете, вы смеиваете и осуждаете людей, которые поступают самым уродливым образом, и тогда у вас появятся люди, которые, как правило, будут повсюду. У них нет никаких причалов. Именно тогда у тебя появляется кумир, марксистский лидер, такой как Гитлер или Сталин, который удовлетворяет эту потребность, потому что мы действительно хотим верить. Для людей, естественно, верить во что-то, понимаешь? И если это не будет Бог, тогда кто же это будет? Я бы сказал это даже атеистам. Ты знаешь идея Творца, независящим от человеческих манипуляций, это то, что сделало общество свободным, потому что вам не нужно отчитываться перед лидером. Вы отчитываетесь перед высшим авторитетом. Иисус это то, что он сказал Понтию Пилату, когда его спросили, «Кто ты, Царство Небесное?» Он сказал, «Я подчиняюсь власти, которая находится вне тебя, высшей власти», и он был распят в течение часа после того, как сказал это. Это был один из первых случаев, когда человек, независимо от того, веришь ли ты в божественности Иисуса или нет, сказал, «Давай оставим это в стороне». Но он противостоял самой могущественной светской силе в мире, Римской империи, как один человек, который сказал, «Нет, я перед вами не отчитываюсь. Я подчиняюсь высшему руководству». И именно это они ненавидят и презирают. Вот почему они ненавидят христианство. Вот почему они ненавидят веру в незыблемый набор принципов, которые они не могут контролировать и которыми не могут манипулировать. Я думаю, что люди могут даже доказать то, что ты сказал. Были ли какие-нибудь перестрелки в школах до 1970-х годов, до прихода либерализма? Нет, этого не было. А молитва в школе была запрещена в 1963 году. Так что с этого все и началось. Когда больше не было упоминаний о Боге, больше не было упоминаний о молитве. Ты знаешь, это интересная тема. Я на самом деле проводил шоу по книге одного автора, который указал на это. Это было сделано этой атеисткой, Мэдлин Мюррей О'Хара. Ее сын сейчас дает интервью. Он стал христианином, но это было также очень неконституционно в том смысле, что именно штаты имели право диктовать такие вещи, как молитва в школе, а не федеральное правительство. Так оно и было, это сыграло несколько ролей для истеблишмента. Это была узурпация власти в руках федерального неизбираемого органа, а именно Верховного Суда, и это также устранило одного из их главных врагов, а именно веру в Бога у детей. Так вот, сейчас у нас есть дети, у которых нет какого-либо сильного чувства веры. И эти дети, а теперь и взрослые их дети, те, кто делает это. Да, да, да. Это была долгосрочная кампания по повышению благосостояния. Обычно в нее вовлекаются средства массовой информации. Вот почему люди должны развивать символическую грамотность. Ты знаешь, как я уже сказал, это действительно доминирует в моей работе. И мы начинаем просто с просмотра телепередач, обычных вещей, с которыми люди знакомы, а затем постепенно переходим к более оккультной области. Ты знаешь, на моем сайте Женщины Иллюминаты есть две статьи, в которых подробно рассказывается о масонской символике и о том, как кто-то скрещивается. Это масонство, но у них есть прекрасная идея. Знаете, они привлекают парней с Мэдисона Веню, а потом смягчают ее, и получается на продукты. Об этом чаще пишут в вездесущих средствах массовой информации. Но ты легко можешь заметить, что эти солнца, пирамиды и другие пентаграммы, а также некоторые другие символы, это то, что важно знать о них. Многие люди каждый день видят символы, которые, по их мнению, на самом деле не являются символикой масонства или тайного общества. Поэтому я делаю, конечно. Я стараюсь поместить туда как можно больше символов, чтобы они поняли, что это такое. И даже некоторые религиозные символы используются не по назначению, потому что помните, что все это зло, это искажение того, что является священным. Так что зло само по себе ничего не создает. Оно не может этого сделать. Зло не сотворено. Оно может только изменить форму того, что было создано духовными людьми и духовными силами. Оно воспринимает это и, знаете ли, как-то неправильно истолковывает. Так что многое из того, на что мы смотрим, является для нас лишь приманкой. Наши руки тянутся к этому только потому, что дух видит в этом нечто духовное, и это ловушка. Так что для того, чтобы разорвать это, ну, знаете, пленение, чтобы разорвать его, чтобы не быть обманутым тем, что они делают, вы должны по-настоящему вникнуть в аспект символики, потому что тогда вы сможете вернуть их обратно. Понимаете, вы сможете понять происхождение этих символов. И вы поймете, что они были в основном духовными по своей природе. И тогда их нельзя будет использовать таким развратным образом. Знаете ли, чтобы истощить вашу энергию, чрезмерно сексуализировать детей и просто тренировать их. Имейте в виду. Ты же знаешь, я имею в виду, что это просто ситуация хозяина и рабыни. В любви между хозяином и рабыней нет места. В любви нет рабов внизу и хозяев наверху. Любовь это свобода. И, к сожалению, ты знаешь, что эти простые правила были утрачены в нашем современном мире. Ну что же, они не верят в любовь, они верят в непреднамеренные ошибки. А у тебя, как ты сам сказал, есть что-то вроде уничтожения невинности детей в нравственном обществе. Мы защищаем невинность наших детей. Ты знаешь, мы заботимся о том, чтобы они достигли того возраста зрелости, когда смогут понять эти вещи. Ты знаешь, это уже не имеет значения. И я думаю, что твоя работа над символизмом действительно очень увлекательна. И я рад, что ты пишешь книги на эту тему. Это экстраординарная тема, которая заслуживает большого внимания. Я имею в виду, что мы все должны осознавать это и осознавать, на что мы смотрим в течение дня. Знаешь, мы просто гуляем по нашим городам и смотрим на рекламу, логотипы и все остальное. Майкл, недавно ты проделал определенную работу над тем, что ты назвал коррупцией в Ватикане и римско-католической церкви. Так вот, я не католик, но я всегда относился к католической церкви с уважением, как и многие люди, которые более консервативны. Это своего рода маяк нравственности. У них есть свои стандарты. Я хочу, чтобы они были теми, кто они есть на самом деле. Я хочу, чтобы католики были католиками. Мне не нравится этот конкретный папа, потому что я не думаю, что он такой уж католик. Потому что я хочу, чтобы папа был католиком, понимаешь? Что с ними происходит? Ну что же, ты прав. И на самом деле я обвиняю даже не католическую церковь. Приходится использовать знакомые термины. На самом деле это коллегия кардиналов. На самом деле это что-то вроде кружка. Помнишь, мы говорили ранее, что эти интернационалы и секты сабатианцев скрываются за различными масками христианства, протестантизма, иудаизма и даже ислама. Ну в общем за всеми этими масками. Как мы можем оставить без внимания Ватикан? Это же Ватикан. Ватикана не должно быть. Ватиканизм это целый улей тайных обществ, большинство из которых люди не знают. Норвегия. Многие из них финансируются из Швейцарии и Бельгии, вы знаете для черной знати и особенно для тамплиеров. Потому что когда тамплиеров обвинили в сатанизме, да так оно и было, они были вовлечены в какие-то очень темные дела с Востока. Ну вот и все. Они никуда не делись. Позже все было улажено, потому что они наконец посадили своего человека на папский трон. Верно? И с тех пор существует внутреннее соперничество. Итак, мы знаем, что рыцари-тамплиеры больше не являются западной организацией. Это атовистическая квазимасонская группа, которая по сути является главной движущей силой. Так что люди, которые посещают мою работу по этому вопросу, скоро увидят, что это не так. Я не обвиняю никого, кто знаете ли верующего Иисуса или что-то в этом роде, ну вы знаете, или в Библию, или во что-то еще. Но опять же я указываю на то, что сама Библия говорит о лжецах, верно? О тех, кто говорит от моего имени, о тех лицемерах, которые не позволяют тебе пройти через дверь, а сами не могут пройти через себя, верно? Верно. Ну вот теперь ты это говоришь. Кости-мертвеца это прекрасный символ тамплиеров, череп и кости. Так вот, у вас есть череп и кости, которые представляют собой квази-орден тамплиеров, появляющийся в Америке. Кроме того, у тамплиеров есть множество групп, внешне кажущихся католическими, таких как Опус Дайт, рыцари Святого Патрика и рыцари Колумба. И я беспокоюсь обо всех этих группах. И еще раз хочу сказать, что в шрайнерах, которые работают с исламистами, с радикальным исламом, есть что-то очень мрачное. Но да, за тем, чтобы облегчить людям задачу, я написал статью на моем сайте под названием «Красное папство», которая посвящена другому вопросу. Семестр, который они прошли, в той же группе. Но в наше время им пришла в голову идея, что поскольку Иисус в Библии действительно ходит и исцеляет больных и является человеком из народа. Они начали переписывать себя, чтобы не быть похожими на католицизм, о котором ты говоришь. Они начали говорить, эй, нам нужно как-то объединиться. И в этом направлении возникло большое-пребольшое движение. Так же, как и правое крыло. Это теология реформации, верно? Да, и они подверглись чистке. Правое крыло было в некотором роде очищено. Вы знаете, я говорю о последнем папе, который пытался сохранить единство, вы знаете, Пий XII. И он в некотором смысле потерпел неудачу. Ты прав. Когда он повернул налево и проехал мимо Иоанна Павла II. А потом, ну конечно, это происходило на многих этапах, в которые мы не можем вдаваться. Но самый важный этап, я думаю, для твоих слушателей. Это просто первая работа на протяжении 80-х годов, приведшая к падению Берлинской стены. Стена, вот в чем заключается ваша работа, потому что вы указываете на то, что все стены могут рухнуть, но коммунизм не означает, что он мертв. Ты прав. В этом-то и суть дела, верно? Но опять же, просто для того, чтобы, ну ты понимаешь, попасть в заголовки левом тени коммунистов, которые находятся в папском престоле. Пришлось затем систематически соблазнять всех мировых лидеров, чтобы перекрасить, ну ты понимаешь, заново. Распылите изображение католицизма, у которого была дурная слава. В любом случае это связано с религией, так что многие из этих новых лидеров были атеистами и презирали религию. Так что должно было произойти обольщение, и большинство из них были свергнуты. Почти все лидеры были свергнуты и начали подлизываться красным газетам, которые этого не делают. Они не благочестивы. На самом деле это не так. Это еще один из тех культов и сект, которые прячутся за завесой католицизма. Но именно это позволило им тогда, ну вы понимаете, проникнуть в высшие эшелоны политики. И я верю, что организации объединенных наций и некоторые другие сферы на самом деле являются их творением. Они левиафаны, созданные этим темным красным папством. Так что да, я действительно пишу об этом. Но поверь мне, я еще раз скажу в качестве оговорки, что это ни в коем случае не должно восприниматься обычными католиками, как своего рода критиковых адрес. И их убеждение. На самом деле это пятая колонна, троянский конь. Мы должны быть там, где, как вы понимаете, действуют во имя католицизма, верно, но не преследуют такой конечной цели. Это просто еще одно глобалистское мышление, которое очень, очень мощное, но очень зловещее. И любому из нас также очень трудно по-настоящему проанализировать эти вещи, потому что они засекречены. Ты знаешь, мы говорим о тайных обществах, и да, они действительно засекречены. Так что мы не можем знать о них много. Мы можем получать небольшие подсказки от людей, которые иногда испытывают угрызение совести, а потом они нападают на них и разоблачают это. Или есть другие вещи, о которых мы не знаем. Могу это сделать, но в конечном счете мы не можем знать наверняка. Сейчас ты говорил о том, что рыцари-тамплиеры протащили своего человека на папский престол. Кто это был? Ну что же, такое случалось несколько раз, но первый из них вернулся в орден Бонифация. О, я не знаю, кто такой Бонифаций, а второй, возможно, мне придется поискать в интернете. Все в порядке. Но у них были свои люди, и это вызвало настоящую перепалку. Это было нелегко. Видишь ли, все эти группы рыцарей, госпитальеры, тамплиеры, ну ты понимаешь, кто бы это ни был, все они соперничали друг с другом даже внутри христианства. А тамплиеры были запрещены епископами, верно? И Константином, и всеми его людьми, они были, извините, не Константином, но они были не в ладах с папством при более позднем короле. Не так ли? Они были банкирами Ватикана, не так ли? Они были торговцами. Они начинали с крестовых походов, а затем занялись различными видами торговли в Средиземноморье. Они мультимиллионеры, понимаешь, мультимиллионеры. Они были первыми заимодавцами денег, точнее первыми банкирами, а также грузоотправителями, которые перевозили специи и другие товары по всему миру. Но у них также было множество способов не только протащить своего человека на папский престол, но и посадить его на мировые престолы. Таким образом, с этого момента уже существует коррупция. Но есть еще знаменитая история о сокровищах тамплиеров, куда они делись, как произошло подавление, и о Жаке де Малаю, и обо всем этом. Итак, я рассказываю обо всем этом, чтобы показать тебе, в чем опять же заключается моя теория, когда речь заходит о папстве. Я в значительной степени полагаюсь на работы инсайдера Авро Манхэттена, который был одним из самых удивительных журналистов и писателей, и человеком, у которого были контакты. Как вы совершенно справедливо сказали, если у вас есть контакты внутри компании, которые сливают информацию, потому что у них есть совесть. Тогда вам нужен кто-то вроде великого Авро Манхэттена, который затем сопоставляет это. Были и другие, кто делал это, как в американском, так и в европейском контексте. Так что я в значительной степени опираюсь не только на него, но и на отца Риверу, вы знаете, и на Чарльза Чиннике, и на других людей. Да, это великие авторы изнутри. Я имею в виду Малахию Мартина. Именно об этом я и пытался подумать. Да, именно о Малахии Мартине. И ты знаешь, с моей точки зрения, я думаю, что хорошие люди в церкви все еще одерживали верх на протяжении 1950-х годов. Я думаю, что это был период расцвета церкви. Это был пик их морального влияния, безусловно, в Соединенных Штатах, и пик влияния священника. Но я думаю, что начиная с 60-х годов все пошло под откос. Об этом есть хорошая книга под названием «Несколько хороших людей», у автора которой я брал интервью. Сейчас я забыл название, но он рассказывает о том, как верблюд высунул нос из палатки в американской церкви, и как все пошло наперекосяк. В иерархии все пошло наперекосяк до такой степени, что все стало размытым. У тебя был скандал с педофилией, ты раскрыл много секретных вещей, которые там происходили. И ты знаешь, что это огромная проблема. Я надеюсь, что они напишут о государственном корабле в Ватикане, потому что там все еще, я думаю, есть, по крайней мере, инфраструктура великого государства. Моральная сила. Одна из проблем Ватикана и того, как вы узнали об этом из тайных обществ, заключается в том, что он сам по себе является тайным обществом. Это иерархическая пирамидальная структура, и поэтому, когда в ваши дела попадает что-то гнилое и коррумпированное, оно имеет тенденцию проникать внутрь и развращает всю компанию. Так что знаешь, это и хорошая структура, и в то же время опасная структура для любой организации. Ну что же, мы знаем, что это не борьба с исламизацией. Ты прав. Кажется, что оно сдерживается и внезапно замолкает, но при этом может открывать рот по таким пустякам. Были папы, которые говорили, что нет такой вещи, как прямая связь с Богом, и все эти вещи не нужны. У вас есть епископы, которые даже больше не верят в Бога. В эту организацию определенно либо кто-то проник. Это одна из версий, либо она сама по себе прогнила по разным причинам. Ты знаешь, там царит упадок, и влияние коммунизма было действительно серьезным. Знаешь, я называю это формой теневого коммунизма. В Италии были люди, которые действительно прониклись этим. Они искали и то, и другое. Они были готовы присоединиться к еще большему числу фашистов. Но, как отметили ваши работники, это тоже не было бы решением проблемы. Но потом им также посчастливилось резко свернуть влево, и они это сделали, потому что в то время они видели молодое поколение, это хиповатое поколение Вудстока. Не только в Америке, но и во всем мире. И если мы хотим обратиться в христианство и хотим, чтобы эта группа присоединилась к нам и поверила в это, нам нужно следовать их примеру. И поэтому этот идиотский шаг был сделан для того, чтобы угодить этому сброду, по сути, этому левому сброду, который был, понимаешь, безбожник и просто дионисийский развратник. Ватикан последовал за ними вместо того, чтобы быть бастионом истины, которым, как ты знаешь, мы не являемся. Мы не являемся, вышел, чтобы кого-нибудь послушать. Если они смогут прийти к нам, когда они будут чертовски хорошо готовы, и когда темная ночь души настигнет тебя, и ты достаточно страдаешь, то они придут к нам, когда они будут чертовски хорошо готовы, и когда темная ночь души настигнет тебя, и ты достаточно страдаешь. Тогда ты снова повернешься к свету. Мы будем рядом с тобой в этот день, приятель. Так было в оригинале. Вот почему священник одевается в черное. Кюре одевается в черное. Кюре, потому что он вылечит тебя, когда и если к тебе придут серьезные вопросы о жизни, смертности и экзистенциальной тоске, они будут рядом, как один из голосов, который скажет. Давай мы напоминаем вам о вашем духовном доме. Они же не гоняются по улице за кучкой коммунистов и не гоняются за кучкой ленивых задниц. Ну ты понимаешь за хиппи, которые ищут, ну знаешь, курят дури, просто ведут распутный образ жизни. Ты же не последуешь за ними и не изменишь весь свой образ жизни, чтобы соответствовать их менталитету. Они так и сделали, и я думаю, что начиная с 60-х годов они позволили Маслоу и Роджерсу, психологам, поступить в семинарию и начать преподавать. Ну ты знаешь о тренинге чувствительности и прочей ерунде. В любом случае, Майкл, мы приближаемся к завершению программы. Так что я хочу от всего сердца поблагодарить тебя за то, что ты присоединился ко мне. Это была действительно интересная беседа. Мы хотели бы продолжать в том же духе. Я бы хотел, чтобы ты воспользовался этой возможностью и рассказал о том, где люди могут прочитать твои книги, где они могут посмотреть твой подкаст Enslaved. Где они могут получить больше информации о тебе, где они могут связаться с ты. О, лучше всего было бы просто освободить интернет-магазины от рабства. Именно там находится наш подкаст. И я хочу, чтобы ты вернулся в мае, потому что вот книга, над которой мы собираемся поработать полностью. О да, я знаю эту книгу. Да. Удивительный инсайдер рассказывает тебе об исламе не со стороны, а из книги изнутри. Мы собираемся сделать слайд-шоу, и после того, как оно будет готово, я отправлю тебе копию, а затем я хотел бы, чтобы ты вернулся в качестве критика и сказал. Ты хочу узнать, что вы думаете о презентации.